Доброе утро! Все, наверное, уже знают, что Ярославль город титулованных особ. Столько конкурсов красоты, столько красавиц, которые получают короны. Так вот, я вам хочу сказать, что теперь у нас есть своя миссис Ярославль 2017. Сегодня она пришла к нам в гости, миссис Ярославль 2017 Елена Бондарь и организатор конкурса миссис Ярославль Наталья Куликова. Доброе утро! Доброе утро! Елена, стандартный вопрос. Как удалось победить? Ну, во-первых, конечно, я подала заявку. Так, купи хотя бы утренний клев. Все, все началось, да. Дальше у нас началась большая подготовка. У нас были шикарные фотосессии с красивыми фотографиями. Мы репетировали, мы отрабатывали походку красивую, мы репетировали номера. А сколько длилась сама подготовка к конкурсу? В течение пяти месяцев мы готовились, мы занимались, мы репетировали. Работа не страдает от такого? В данный момент я не работаю, у меня еще маленький ребенок, поэтому нет. Муж иногда, бывает, страдал от того, что ему приходилось. Ради чего? Мужья-то страдают, я вот так и знал. Кстати, вопрос про мужа. Что он сказал, как отреагировал, когда ты стала королевой красоты? Ну, естественно, он ожидал, что его жена может получить такой титул. Он очень гордится, он очень счастлив, доволен. Не ревнует? Не стал ревноваться? Нет, он во мне очень уверен. Лен, расскажи, пожалуйста, а были ли для тебя какие-то знаки перед конкурсом, что все будет хорошо, что сложится так, как ты вот и мечтала? Знаете, да, был один знак. У меня сын старше, 6 лет ему. Еще, когда я уже подала заявку, он еще ничего не знал, да и особо не понимал, что, где я участвую. И у нас есть с ним такая традиция, мы когда ругаемся, он рисует мне рисунок и приносит, как будто бы извиняется таким образом. И однажды в октябре месяце, мы тоже с ним что-то повздорили, он обижал в свою комнату, нарисовал рисунок и приносит. На рисунке нарисована я и корона. Тогда ты поняла, что это нарисовал, он ничего не знал, не понимал. Да, цветочек, тут два цветочка, на голове у меня корона. Я так помню, так растрогалась, я этот цветочек сложила и под подушечкой он у меня очень долго, в месяцах, в пять лежал. Вопросы теперь к Наташе Куликовой. Во-первых, я знаю, что ты сама победительница нескольких конкурсов. Ну, а во-вторых, теперь ты замахнулась еще и на организацию и успешно замахнулась, и все у тебя прошло на высшем уровне. Да, я раньше участвовала в конкурсах, это началось с 2013 года. И меня это очень затянуло. Моя профессия немного другая, то есть это строительство, банковское дело, где у меня хорошая карьера сложилась. Но меня затянули эти конкурсы, и я в них погрузила всей душой, всю себя отдала им. Собственно, наверное, я нашла себя, и это мое, и я собираюсь заниматься этим дальше. Миссис предполагает все-таки наличие мужа, я правильно понимаю или нет? Вообще предполагает, но сейчас такая тенденция, что у нас женщины, одни воспитывают детей, не каждая состоит в официальном браке, и что теперь на них крест поставить. Вообще у нас больше половины участниц, ну, наверное, половина, да, которые не в браке, либо это разведенные женщины, либо просто не в браке. Но, тем не менее, конкурс помогает также найти свою любовь. Многие девушки знакомятся с мужчинами, и у них складывается жизнь. Есть такие примеры. Мы даже и не знали, что на конкурсе «Миссис Ярославль» жизнь у людей только может начаться, я имею в виду семейная. Конкурс вообще очень многое дает, и ты не только можешь изменить свою жизнь семейную, ты также какие-то страхи можешь преодолеть свои. Ты первый раз выходишь на сцену. Это многого стоит, дорогого на самом деле, и это классно. Я хочу узнать дальнейшую судьбу нашей Ярославской «Миссис». Ну, помимо того, что у нас Елена стала «Миссис Ярославль», она также поедет представлять наш город на «Миссис Россия» Кали Юрьевне Маркиной, которая уже больше 20 лет проводит этот конкурс. Он считается одним из крупнейших конкурсов. Я думаю, что Лена достойно представит наш город, потому что, на самом деле, это не только мое мнение, это мнение жюри, партнеров, которые работали на протяжении полугода с девочками. Все девочки хороши, но Елене, да, повезло, наверное, чуть больше. На самом деле, она очень статная, она выдержанная, сдержанная, красивая, высокая. То есть у нее все возможности есть для того, чтобы привести достойную номинацию, достойный титул в наш любимый город. Мне осталось только просто подписаться под этими словами, должен был я это говорить. Вот мой текст сказал Наташа. Сегодня у нас в гостях была Наталья Куликова, организатор конкурса «Красоты Миссис Ярославль» и победительница конкурса 2017 года Елена Бондарь. Спасибо. Спасибо.